Добрый вечер, господа. У микрофона Юрий Пронько. Это Финам-ФМ. Начинаем наш большой двухчасовой ежедневный вечерний интерактивный канал «Реальное время». В этом часе у нас гости в студии прямого эфира, а в следующем с 8 до 9 будем подводить итоги сегодняшнего дня. Я выбрал три темы. Все они имеют общественный резонанс, но об этом чуть позже, начиная с 8 вечера. Здесь и сейчас у нас Петр Шкуматов, координатор общества «Синей ведерки». Петр, добрый вечер. Всем привет. И Максим Кац, депутат муниципального собрания «Щукино». Максим, добрый вечер. Здравствуйте. Ну, мы предполагали и будем говорить сегодня о российских автомобилистах. Безусловно, трагедия в минувшую субботу на Минской улице в Москве вносит определенные коррективы в наш сегодняшний разговор. Поэтому напомню, средства коммуникации для вас, уважаемые слушатели, многоканальный телефон 65 10 99 6, код Москвы 495 для звонков. финам.фм. Наш портал в интернете для ваших писем. Там же идет уже и прямая веб-трансляция. То есть вы можете не только слушать, но и смотреть. Вот эта камера, да. А, значит, и, соответственно, участвовать в нашем разговоре. Петр, ну, давайте с вас я начну, да. Произошедшее, безусловно, всех так всколыхнуло, мягко говоря. Гибель семьи москвичей. Трое находятся, да, в тяжелом состоянии. В общем-то, я посмотрел видеоряд коллег, которые показали этого водителя, да. Сказать, что он, как это говорят, в хлам пьяный, да, это ничего не сказать. И сегодня, да и вот, начиная с субботы, появились громкие заявления. Сегодня все политики у нас об этом говорят. Ужесточить, наказать. Там, пожизненное заключение. Штрафы 100 тысяч за пьянку. В унисон пропаганда работает. Хочу услышать ваше мнение. Ну, то, что я сегодня услышал, значит, делится на два, на две части. Первая часть — это предложение, которое, кстати, как неудивительно, поступили из партии «Единая Россия». Значит, меня, честно, это удивило. Это профилактика вот этого пьяного вождения. А второе поступило, видимо, со всех сторон, в том числе тоже из «Единой России». Это предложение, значит, водителей уже постфактум, которые совершили какие-то, ну, преступления, в том числе, как и этот водитель, колесовать, четвертовать, отрубать головы, руки, сажать пожизненно, лишать пожизненно. Ну, то есть, вот на что фантазия у наших народных избранников была способна, и что, в общем... А вообще высшая мера наказания, да? Да, высшая мера наказания. И они, соответственно, это все озвучили. К сожалению, я могу констатировать, что вот эта истерика, эти эмоции, они, конечно, наверное, все-таки хороши, ну, для, там, не знаю, для форумов, но не для государственных деятелей. А практика, вот, ну, вообще, то, что мы видим, показывает, что вот с пьяными водителями сейчас бороться практически невозможно. Невозможно. Ну, невозможно. Вот в той законодательной конструкции это не работает. Я объясню, почему. Это важно. Вот, допустим, кого-то лишают прав на два года. Во-первых, человек после того, как его лишили прав, он сразу же садится за руль. И никто его специально не ведет. Никто специально не отслеживает, а за рулем он или не за рулем. И в результате очень многие ездят эти два года просто, ну, аккуратно ездят, так, ну, без, как его, без фанатизма, что называется. И их вообще никто не останавливает. Не имея на это права. Ну, имеют на это право. Гаишники по новому закону, закону о полиции, по-старому не имели. По-новому они имеют право останавливать для проверки документов. То есть это как раз и вызывало. Нет, я имею в виду водителей, которые не имеют права. Да, они же лишены. А, я понял. Да, водители лишены. А они становятся законопослушными, без фанатизма передвигаются по улицам, но тем не менее... Да, и никто их не трогает. Но даже если их останавливают, известно, такса в Москве это 3000 рублей за то, что гаишник закроет на это глаза. В регионах немного подешевле. То есть 1000, 1500-20000. И вот с этим сделать ничего нельзя, потому что получается так, что когда человек попадается пьяный в лапы инспектора ДПС, он совершенно спокойно, без зазрения совести, расстается со своим водительским удостоверением. Потому что понимает, что единственное, что ему, в общем-то, светит, это либо небольшой штраф, там 15 суток никто не дает за это, либо небольшой штраф, либо вот такая небольшая взятка за то, что сотрудник ДПС как бы забывает о том, что он его останавливал. Но сейчас предлагает, в частности, господин Воробьев, руководитель фракции «Единая Россия», увеличить эти штрафы до 100 тысяч рублей. Вот, вот, и тут мы подходим к самой главной профилактической мере, экономическая составляющая. То есть сейчас что останавливает многих водителей от того, чтобы не ездить пьяными за рулем? Размер взятки инспектора ДПС. Сейчас он составляет там от 40 до 60 тысяч на месте и около 100 тысяч рублей, если ты хочешь уже все это дело развалить в суде. Но то, что предложил Воробьев, это отличная идея. Я считаю, что вот размер штрафа должен быть не 100 тысяч рублей, размер штрафа должен быть 250-300 тысяч рублей. То есть человек, попавшийся на пьяном вождении, должен оплачивать штраф в размере очень большом, в размере стоимости недорогого автомобиля. И в этом случае садиться за руль пьяным будет очевидно дорого, потому что вы в голове у себя можете сопоставить, что такси стоит 1000 рублей, вип-такси 1000 рублей стоит, который отвезет вас с комфортом домой. А если вы попадетесь пьяным, то это будет вам стоить 300 тысяч рублей. И в этом случае вот это имеет очень серьезный профилактический эффект. Любые штрафные, вот такие штрафные меры, они дисциплинируют. И вот, кстати, обратите внимание на то, кто самый дисциплинированный гражданин Российской Федерации. Это человек, у которого квартира в ипотеке. Вот здесь, в общем-то, то же самое. То есть экономические санкции. Это Петр Шкуматов, я хочу у Максима также задать этот вопрос. У меня есть определенные сомнения, знаете, в той части. То есть я не живодер, я не жажду там четвертования, колесования и так далее. Но если, допустим, увеличится этот штраф, увеличится до 100 тысяч, или, как предлагает Петр, до 300 тысяч, не означает ли это, что и коррупционная схема, вот там СДА, которая идет, да? Означает, ну и что? Это не страшно. Мне кажется, здесь эта тема делится на две главные части. И вот вы немножко так, удлинился у вас ответ на этот вопрос. И они немножко так смешались и поплыли. Первая важнейшая часть, что, конечно же, вождение в пьяном виде должно наказываться очень серьезно. Я не юрист и не депутат Госдумы, я не знаю, что там надо именно принимать. Большой ли штраф, или 15 суток, или год, или полгода в тюрьме, я не знаю. Но это серьезнейшее нарушение, подвергающее опасности большое количество людей. Значит, то, что это пытаются как-то, хотят ужесточить, я это только поддерживаю. Значит, но второй важный момент в этой ситуации, это что вот после таких трагедий всегда существует повышенный такой эмоциональный фон на тему. И мы помним, ведь у нас были ситуации, например, когда у нас произошел взрыв в Домодедово. Ну, страшное дело, трагедия действительно. Но вот после того, как она уже произошла, людям естественным образом хочется как-то отреагировать. Ну, что-то хочется сделать, чтобы, ну вот, ну как-то, надо же что-то сделать, ведь такая произошла вещь. И они взяли и заставили во всех аэропортах делать вот эти вот рамки на входе в аэропорт. Абсолютно бессмысленная мера, ничего не помогает, никакой безопасности, но отменить ее уже нельзя, потому что это какая-то священная корова. Это вот после взрыва так вот решили бороться. Там в мировом масштабе это происходит, такие эмоциональные решения, когда все общество вот как-то полетело на какую-то тему. Вон в Америке, они в Ирак вторглись и в Афганистан после того, как у них произошла трагедия 11 сентября. Именно это такие же эмоциональные истории. Можно я, причем еще не факт, что они вторглись в те страны, которые... Да не факт, а у них там был явно и такой эмоциональный настрой, что надо что-нибудь сделать. Надо куда-нибудь в то же самое и сейчас. Вот мне кажется, что, я не знаю, можно ли такое провести законодательно, но должен быть запрет на принятие решений вот в таком эмоциональном фоне. Не сейчас, через полгода. Вот через полгода возвращаемся к этому вопросу и принимаем решение об усуществлении наказания, о чем угодно. А то у нас вон тоже самолет падал, когда тоже на следующий день президент запретил полет этих самолетов до там какого-то момента. Но так не принимаются решения. Очень быстро это решение было дезавуировано и самолеты эти продолжили свои полеты. Потому что эмоциональное решение в угоду вот этих вот настроений очень хочется что-то сделать. То есть вы за экономические санкции? Я за санкции, но я за то, чтобы этот вопрос рассматривать через полгода, не сейчас. Максим Кац и Петр Шкуматов здесь в реальном времени на Финам.фм. Мы сейчас уйдем на краткий выпуск новостей. Пишите на финам.фм, звоните на 651099.6, код Москвы 495. 19 часов 16 минут, реальное время. Здесь Максим Кац и Петр Шкуматов. Говорим о ситуациях на российских дорогах, о наших автомобилистах. Сейчас мы перейдем к основной теме нашего разговора. Но тем не менее, Петр, вы хотели что-то добавить, да? Да, я хотел добавить в части алкогольного опьянения, что нам надо отменять вот эту дурацкую норму 0 промилле. И вместе с ужесточением, которое экономическим ужесточением, нам нужно обратно вернуть 0,3 промилле. Потому что ничего, кроме как, ну, огромное поле для злоупотреблений со стороны инспекторов. И, знаете, есть такой эффект, когда нечего терять. Вот человек выпил рюмку, он может остановиться. Но тут он понимает, что он ее выпил, и все. Что он одну рюмку выпил, что две бутылки водки выпил. Он одинаково пьяный перед законом. Ну и он, естественно, идет до конца. И именно поэтому число пьяных ДТП, когда 0 промилле ввели, стало расти, а не уменьшаться. Потому что очень многие люди, вот именно следуя такому поведению, просто, ну, какой смысл? С одной рюмкой попасться, с тремя, с пятью или с бутылкой водки. Такой циничный подсчет, да. Ну да. И поэтому необходимо отменять 0, ввести 0,3 и, опять же, действовать экономическими мерами. Ни в коем случае не надо загонять людей вот в такие, в такой угол пожизненное лишение прав. Вот здесь я с вами соглашусь. Мы подобьем под этой темой итог в этой части большого интерактивного канала. В следующем части с восьми вечера мы также будем обсуждать. Будет у нас в гостях Шамсаил Саралиев, депутат Госдумы от Единой России, собственно, который сегодня и готовит, да, внести от Единой России, от этой фракции законопроекта о ужесточении. Но с чем я согласен, и подбиваем итог с Петром Шкуматовым, понимаете, я в последнее время от единороссов только слышу ужесточить, наказать, репрессировать. Ну, слово репрессировать, безусловно, не применяется, но де-факто у нас, по-моему, уже введена уголовная ответственность за все. Вот за чих еще пока не ввели, да, за вздох еще пока не ввели. Но, по-моему, это уже недалеко. Ну не, Юрий, у нас объективно низкий штраф, очень много, на что? Все, мы эту тему обсуждать сейчас уже не будем. Да, эту тему мы обсудим обязательно и в следующем части, да, я понимаю, сейчас у всех, понимаете, сейчас у всех эмоции, надо остановиться, надо пока остановиться, да. Я бы, страшная трагедия произошла, да, поэтому сейчас не точка, а многоточие, и к этой теме вернемся чуть позже. Реальное время на Финам-ФМ. Максим, почему вы нападаете на российских автомобилистов? Вот я, мы с вами дискутировали, да, и с другими фолловерами в Твиттере, да, ну, такая агрессия у вас, да? Очень, очень любопытно. Эти, эти, да, эти, причем, Максим же, вы же тоже автомобилист, да? Да. Эти должны платить, вот это главный посыл Максима Каца. Юрий, очень забавно, когда мы с вами дискутировали в Твиттере, я сидел в Министерстве транспорта Норвегии и слушал беседу Вукана Вучика с работниками Министерства транспорта, и многое им зачитывал там на совещании, то, о чем мы говорили. И, ну, в Норвегии вот крайне полное непонимание, как-то у нас парковка бесплатная может быть, это просто бред, по мнению Министерства транспорта. Хороший начал, Петр, да? То есть, Каца, все платить, за все платить. Нет, смотрите, если подходить к вопросу так более спокойно. Предметно. Автомобилисты, это вторая самая субсидируемая группа людей после пенсионеров в Москве. Автомобилисты не платят за свою инфраструктуру. Вот я с этой вот темой совершенно не согласен. Я считаю, что автомобилисты за свою инфраструктуру, за строительство дорог, за обслуживание этих дорог и за развитие дорожной сети должны из своего кармана платить, а также должны оплачивать парковки. Вот это мое мнение. Ну, тут у меня есть расчеты, сколько именно они недоплачивают, но это мы сейчас попозже вернемся, я думаю. А по факту, то есть, вы говорите, что вообще не платят или хоть что-то платят? Вот доходы бюджета Москвы от автомобилистов вписываются в четыре статьи бюджета Москвы. Акцизы на моторные масла, бензин, дизельное топливо 8,6 миллиардов рублей. Транспорт и налог 12 миллиардов рублей. И штраф всякий, нарушение ПДД, это полмиллиарда рублей. Итого 21 миллиард рублей собираются автомобилистов. При этом одно только содержание текущее дорожной сети, только содержание, без нового строительства, стоит 25 миллиардов. То есть, автомобилисты этими своими затратами, они даже не оплачивают содержание текущих дорог. Не то, что 156 миллиардов строительства новых. Ну, 137 миллиардов строительства новых. 156 это в общей... Другими словами, за это платят пешеходы. За это платят все остальные жители города, из которых 65% это не автомобилисты. И в итоге получается, что каждый человек, не пользующийся автомобилем, платит 14 тысяч рублей в год за строительство дорожной инфраструктуры. Так быть не должно. Это Максим Кац. Ох, я сейчас зажгу. Да. Поэтому и пригласили. Значит, во-первых, содержание квадратного метра дороги в Москве непостижимым образом стоит ровно столько же, сколько строительство одного квадратного метра дороги с нуля в Китае. Я не понимаю. Нет, Петр, вы уходите в проблему коррупции. Максим, 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 Максим. Нет, я не понимаю, я не понимаю. Который в коррупции не надо уходить. У нас все-таки не дебаты, Исаев Навальный, да? Стоп. Здесь есть модератор, пожалуйста, Петр Шкуматов. Да, я все-таки удерживаю дохода в коррупцию эту тему. Нет, нет, это очень важно, потому что квадратный метр нельзя, его нельзя содержать за стоимость его постройки с нуля в Китае, причем, так сказать, почти по всему Китаю. Петр, коррупция это налог на всех. Нет, Макс, не перебивай, не перебивай, пожалуйста. Что такое-то, Максим? Не перебивай, ты не защищай коррупционеров. Так вот, я считаю, что... Сейчас как в Госдуме будет отключить второй микрофон. Так вот, значит, эти самые 25 миллиардов рублей на самом деле непонятно, куда уходят. И вообще расходы бюджета Москвы на строительство и на эксплуатацию автомобильной инфраструктуры, они завышены, ну, по сравнению, ладно, Китай мы не будем брать, по сравнению с Европой завышены минимум в два с половиной раза. Минимум? Минимум, да, потому что если взять европейские страны вроде Испании, то там завышение в раз в четыре. Если взять Финляндию, то завышение в два с половиной раза. Так вот, коррупцию оплачивать автомобилисты не должны. Пешеходы должны. Пешеходы, мы и так пешеходы. Вообще никто коррупцию не должен оплачивать. Так вот дальше. Значит, что касается бензина. Если бензине не было бы, значит, ни одного вот акциза или там ни одного чего-то там платежа налога, то он бы стоил 9 рублей за литр. Все правильно. Так вот. Значит, теперь посмотрим, бензин на сколько стоит, Макс? 30. То есть 21 рубль куда-то изымается. Теперь давай простая математика. В Москве 4,5 миллиона транспортных средств зарегистрировано. Предположим, что их 4. Ну так для округленного. Так вот, каждое транспортное средство у нас обладает пробегом в среднем в Москве в 1000 километров в месяц. Так вот, это означает, если оно 10 литров в месяц расходует, что каждый автомобилист покупает порядка 100 литров топлива в месяц. Это означает, что он платит, что только автомобилисты Москвы платят 8 миллиардов рублей каждый месяц вот этих дополнительных платежей. С ноликом у вас где-то там ошибаюсь. Так, 4 миллиона умножить на 20, получаем 80 миллионов и 100 литров, 8 миллиардов. Все правильно. Даже 80. То есть вы хотите сказать, что на самом деле не 80 миллиардов. 80 миллиардов. То есть, нет, 8. 80 миллионов умножить на 100. Так вот, это в месяц. Так вот, это то, что Макс ты озвучил, что они в год получают 8 миллиардов. Куда деваются оставшиеся 96? Вопрос. Это абсолютно прозрачная математика. Ее каждый может повторить, не знаю, в уме. Она совершенно непрозрачная. Какой у нас акциз на топливо? 66%? Да, да, да. У нас акциз. 9 рублей топлива стоит на выходе без акциза. 21 рубль. Ну, вот из нефтеперерабатывающего завода. Значит, все остальное... А там перевозка, доход нефтяных компаний. Это копейки. Это все включено в эти 9 рублей. 21 рубль. Это налоги, акцизы и прочее. Так вот, в итоге получается, что на самом деле московские автомобилисты платят около 100 миллиардов рублей в год. Ну, плюс-минус. Которые не то, что перекрывают содержание. Даже коррупционное содержание. Ну, кстати, тоже не хватает на строительство. Но на самом деле эта цифра совершенно непонятно откуда взята. Эта цифра... Эта цифра... Макс, поверь, это так. Я не могу поверить. Какая официальная цифра акциза на бензин в России? Это официальная. Я тебе не могу сейчас кинуть пруф вот прям в прямом эфире. Но я тебе отвечаю, что... Ну, возьми 66% от 30 рублей, ты получишь 20 рублей. Нет, я... Максим, с чем вы не согласны? Ну, я просто не согласен с математикой. Я вот смотрю бюджет Москвы. Здесь написано, поступление от акцизов на бензин. 8,6 миллиардов. Если Петр тут утверждает, что 90% собираемых акцизов... 86 миллиардов или... 8,6? А, 8,6. То есть 8,6 десятых. Если Петр утверждает, что он обнаружил, что 90% собираемых денег за бензин разворовывается, или 6,7 миллиардов, делается. Я не знаю, куда они деваются. Вот, он не знает, куда они деваются. Я не могу утверждать. Тут мы говорим на разных языках. Ну, явно они идут не в бюджет Москвы. Я смотрю бюджет Москвы, и там написано, что акцизами собирается стока. Тут... Нет, давайте... Я даже не могу продолжать дискуссию, потому что разница слишком велика. Нет, давайте оттолкнемся от того, от тех цифр, которые вы привели. Значит, автомобилисты 21 миллиард платеж, да? Да. Содержание 25 миллиардов. Строительство еще 131 миллиард. Еще строительство 131 миллиард. Но вы же не будете отрицать то, о чем говорит господин Шкуматов по поводу коррупции? Я совершенно согласен с коррупцией. Коррупция — это существующая проблема. И получается, Максим, вы предлагаете... Я не понимаю, почему коррупция должна быть переложена на пешеходов. Коррупция в строительстве дорог — это такая же затрата автомобилистов, как и в строительстве самих дорог. Макс, у тебя извращенная логика. Ты говоришь, автомобилисты, сначала оплатите существующую коррупцию, а потом давайте с ней разбираться. Я считаю, нет. Я считаю, что никто не должен оплачивать коррупционный налог. А что мы должны делать? Максим Кацин. Как мы в этой ситуации должны поступить? Я считаю, что мы должны строить меньше дорог и больше общественного транспорта. Нет. Нет. Макс. Значит, давай вот так. Перелетаем на другую тему. Я не буду говорить про коррупцию. Это прям вот любая тема, вот такого типа уходящая в коррупцию, это сразу... Максим, я тебе просто привел в пример банальную математику. Я абсолютно не согласен. Акциз на топливо, ты сам сказал, 66%. Я не сказал, я не знаю, какой акциз на топливо. Хорошо, окей. Я уверен, что он не 66%. Он 66%. Так вот, я тебе это говорю, как... Говорю тебе просто, вот ты всем радиослушателям, что он 66%. Что если бы у нас не было никаких акцизов и прочей вот этой наложенной на топливо дополнительной Такому заявлению требуется какое-то подтверждение. Оно не может быть просто в ваших словах. Хорошо, ты не веришь. Давайте я тогда... Да, я буду говорить тогда радиослушателям. Так вот, значит, в любом случае, если бы я... Я приведу очень простой пример. Если бы я... Значит, я живу на Севастопольском проспекте. Если бы я каким-то образом получил бы доступ к этому волшебному шкафчику, где распределяются вот эти 24 миллиарда рублей или 21... 21. 21, да. На содержание дорог. И взял бы на содержание, значит, вот 10 километров Севастопольского проспекта, то я бы смог положить на нем асфальтобетон, который укладывают на взлетно-посадочные полосы, то есть самый дорогой, я бы купил самую новейшую технику и даже не в лизинг, а просто сразу. Мои рабочие, которые... А можно подкрепить как-нибудь чем-нибудь эти слова? Максим, я прошу прощения. Чем-нибудь подкрепить? Я прошу прощения. Я это считал... Я это считал... Максим, дай договорить, пожалуйста. Подкрепи. Я подкреплю, я просто говорю, этот расчет я делал до. Ну можно его узнать. У нас эфира не хватит. Сейчас мы, пока наши гости будут подкреплять свои слова, конкретные информации, уйдем на краткий выпуск новостей, а затем продолжим. 19 часов 31 минута. Петр Шкуматов, Максим Кац, здесь в реальном времени на Финам-ФМ. Говорим о российских автомобилистах, о тех оброках, налогах и акцизах, которые они платят. Вот Максим Кац считает, что недостаточно, не в полной мере, и пешеходы, если я понял, Максим, 14 тысяч в год платят за это удовольствие. На покрытие дорожной инфраструктуры, включая коррупционную составляющую. Да. Значит, вы участвуете в нашем разговоре, финам.фм, наш портал в интернете для писем, 65 10 99 и 6, код Москвы 495, для ваших звонков. Петр, так все-таки... Так все-таки я договорю. Обусилении своих слов. Да, просто давайте, просто вот поверьте мне вот с этим расчетом. Не, верить не будем. Хорошо. Так вот, значит, мой расчет, значит, если бы мне дали эти 10 километров, и я бы переложил бы самый дорогой асфальт на вот этой дороге, и мои рабочие бы работали один месяц, а получали весь год, то есть 11 месяцев вообще в холостую, еще по 150 тысяч рублей каждый месяц, я бы остался в прибыли на 2 миллиона долларов. Цифрами вы могли бы подкрепить этого? Сколько бы стоили рабочие, сколько бы стоил этот асфальт, сколько бы получили бюджет на 10 километров? Могу. Ну, бюджет на 10 километров я бы получил порядка 6 миллионов долларов. Так. То есть из них 2 миллиона долларов получилось бы на технику, 2 миллиона долларов на рабочих. То есть вы на 10 километров получили бы 100 миллионов рублей? Нет, 200. 200 миллионов рублей. Ну, да, где-то 200, да. Значит, 1% от всего бюджета Москвы на содержание всех дорог? Ну, мне этого бы хватило. А как-то вы получили бы 1% только на 10 километров? В Москве дорог 400 километров? Нет, в Москве дорог не 400 километров. В Москве дорог 5,5 тысяч километров. Да, 4 тысячи километров. Ну, а как вы собираетесь 1% получить на 10 километров? Нет, я... Нет. Вот, Макс, ты по квадратным метрам смотри. Потому что у тебя есть узкие дорожки, а Севастопольский проспект — это широкая дорога. У нее ширина пролета, там 7 полос где-то. Сколько процентов эти 10 километров составляют от всей дорожной сети? 0,00001? Нет, нет. А сколько? Нет. Если ты посмотришь не вот так вот, на 5,5 тысяч километров, а посмотришь, на что были распределены, на какое количество квадратных метров ремонта в этом году... То я бы увидел 1% ушедшего на 10 километров? Нет, то ты бы увидел, что ремонтировали в этом году не все 5,5 тысяч километров, а гораздо меньше. Так вот... Тут содержание всей сети, 21 миллиард. Все сети — это означает, что какие-то дороги надо ремонтировать, какие-то дороги не надо ремонтировать. Сейчас гарантийный срок 3 года. Давайте в прикладную плоскость сейчас переведем, да, Максим? Мне кажется, очень много заявлений Петра, просто популистические, не подкреплены никакими данными. Подкрепляйте свои слова. Например, заявление про... Я свои слова подкрепляю, просто если разговор про транспортную инфраструктуру будет весь сразу уходить на коррупцию, то мы будем говорить про коррупцию. Мы не будем говорить про... Я свое отношение к коррупции могу выразить. На мой взгляд, коррупция — это очень плохо, с ней надо бороться. Мы в данный момент с ней... Кто за? Все за. Да, все за. Значит, сейчас у нас есть. Максим. Значит, вот стоимость дорог у нас увеличивается... Петра, подождите, теперь вы. ...на стоимость коррупции. Дальше мы либо исходим из того, что у нас дороги вот столько стоят вместе с коррупцией. Либо их строим тогда, либо не строим. Значит, Максим... То есть, вариант борьбы с коррупцией — это завершение строительства дорог. Ну, естественно, мы боремся с... Это извращенная логика. Я еще раз подчеркну, что на самом деле коррупция, если, допустим, она бы составляла 5%, 10% от цены дорог, на нее можно было бы закрывать глаза. Но я опять же подчеркну, что когда стоимость эксплуатации квадратного метра дороги в Москве равна стоимости строительства новой дороги в Китае... Ты опять вот... Это абсолютно точные цифры, Макс. Да где? Ну, назовите. Макс, это точные цифры, поверь. Не поверю. Я тебе приведу их в Твиттере. Не верю. Так вот, это проблема. И закрывать на это глаза невозможно. Потому что, грубо говоря, говорить о том, вы, автомобилисты, плохие, вы платите нам мало, мы хотим с вас больше, потому что у нас две трети разворовываются, и, значит, мы хотим разворовывать столько же... Не, ну подождите, Петр, ну хорошо, бороться с коррупцией у нас все борются, и с каждым днем ее все больше, да? А ваш вариант развития транспортной инфраструктуры в чем тогда заключается? Мой вариант развития... Понимая, что коррупция есть. Мой вариант развития транспортной инфраструктуры, он довольно простой. В общем-то, к нему пришли довольно много городов, и эта схема более-менее работает. Во многих странах, ну, в частности, в любимых США, да, многими, действуют нормативы. То есть, город определяет, что эксплуатация квадратного метра дороги стоит столько. И эти данные публичные. То есть, каждый горожанин может зайти и сказать, а что-то вы там как-то вот много берете или мало, ну, неважно. То есть, там вплоть до того, что сколько выемка кубок грунта, да, стоит. И эти данные, я повторюсь, они публичные. И, исходя из этого, составляется публичная смета. Она доступна в интернете во многих случаях. И люди могут зайти и посмотреть, действительно ли стоимость работ, которые заказывает город, соответствует, ну, реалиям жизни. Так вот, если... Я утверждаю, что если в городе Москва сделать то же самое и вывести все контракты, вот, которые... Публичное пространство. Публичное пространство. Не просто контракт на строительство пяти километров дороги. Так. Сто миллиардов рублей. Да, вот у нас четвертое транспортное кольцо, сколько там стоило? Они хотели триллион долларов или триллион рублей на него распилить? Так вот, так вот, если это вывести, то в этом случае эксплуатация дорожного полотна будет стоить в несколько раз дешевле, а то, может быть, и на порядок. Иногда. Это очень резко облегчит вообще всю ситуацию. Значит, это раз. Второе. Новое строительство. Юрий, можешь попросить где-нибудь подвести черту под темой коррупции? Я сейчас не буду ничего говорить. Ну, публичность, да. Ну, давайте мы ее закончим. Публичность. Не, ну, это все равно коррупция. Я уже задал вопрос, да. То есть, осознавая, что коррупция есть, как развивать транспортную инфраструктуру? Я говорю о том, что, прежде всего, это невыносимая нагрузка, на самом деле. Да я согласен, мы согласились. С ней надо бороться в первую очередь. Согласились. Так вот, я говорю, что, значит, второе, необходимо, помимо, собственно, вывода в публичную сферу эксплуатационных расходов, необходимо выводить в публичную сферу затраты на строительство. Да, елки шпал. Петр, ну хватит про коррупцию, пожалуйста. И, опять же, мы увидим, что автомобилисты платят денег больше. Макс, это я к твоему утверждению, что автомобилисты дотационная категория. Куда они деваются? Вот, Макс, они деваются на домики в деревне, на яхты, пароходы и прочие, так сказать, прежде жизни. Кроме коррупции. Петр, вы можете мне еще что-то и нашим слушателям сказать по поводу развития транспортной инфраструктуры. Да, конечно. Так вот, вы меня просто перебиваете постоянно, и все. Я говорю о том, что когда на развитие остается мало. Выкладывание контрактов в интернет. Дальше. Да. Значит, дальше. Необходимо строить, опять же, новые дороги. Так. И необходимо строить сочленение. То есть, если мы говорим конкретно о проблеме пробок, то проблема пробок в Москве, она большей части не из-за того, что у нас дороги плохие или недостаточно широкие, а она у нас из-за того, что у нас перепробег в городе большой. То есть, в нормальном городе, ну, в среднем, это полтора коэффициент. То есть, вы, чтобы все понимали, что такой перепробег, это, значит, тот коэффициент, ну, как бы, который вы больше... Чтобы проехать 10, у нас есть 15. Да, чтобы проехать по прямой. Да, потому что не напрямую. Так вот, у нас в Москве этот средний коэффициент 2. То есть, можно сделать расчет, что если перепробег уменьшить до нормативных полутора, то в этом случае дорожная ситуация, ну, скажем, облегчится, ну, где-то на треть. Плюс, ну, сейчас это уже делается, это светофоры, это интеллектуальное регулирование светофоров. Ну, и плюс, конечно же, реконструкция некоторых горе-развязок и, опять же, расширение выездных магистралей, ну, хотя бы километров на 20. Кто за это должен платить? Значит, в смысле? Вот за, значит, строительство новых развязок, за строительство новых... Ну, смотрите, значит, во-первых, автомобилисты... Потому что Максим, насколько я понимаю, считает автомобилисты. Да? Да. Кто пользуется дорогой? Я думаю, что это должны быть и автомобилисты, и общественный транспорт, не по количеству транспортных средств, а по количеству перевезенных людей. А это почему? И это очень просто, потому что автомобили тоже перевозят людей. Так подождите, подождите. Если вы строите трамвайную полосу, она перевозит 20 тысяч пассажиров в час. Да, но я... Если вы строите автомобильную полосу, она перевозит 700 пассажиров в час. Нет, не 700 пассажиров в час, Макс. 2200 в пике. Это бесветофорное. 2200 в пике. Это бесветофорное. Так, хорошо. Если ты берешь эту полосу, огораживаешь ее столбиками оранжевыми и пускаешь там автобусы, то в этом случае эта автобусная полоса переводит те же самые 700 человек в час. Нет, конечно. В этом случае автобусная полоса переводится от 4 до 8 тысяч человек в час, если она работает эффективно. Макс, 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 вот на этом я хочу заострить внимание. Автобус максимально вмещает, это как селедки в бочке, 100 человек. Одна полоса автобусная, максимум, с учетом остановок на ней, может пропустить в час, причем очень синхронно все это будет, 30 автобусов. Это один автобус каждые 2 минуты, с учетом того, что они останавливаются на остановках, высаживают пассажиров и в них садятся новые пассажиры. 30 автобусов умножить на 100 человек, это некомфортные условия езды. Это когда вы запихиваете себя в автобус. Нет, ну это маленький автобус. Нет, это не маленький автобус. Автобус с гармошкой перевозит 100 человек довольно комфортно, а 150, в общем, тоже может. 150 может, да, это если они будут торчать из окон. Нет, нет, с гармошкой нормально перевозят. Там, по-моему, расчетное количество мест 120, что ли. 120 это вот как раз селедка в бочке, то есть это 6 человек на квадратный метр. Но это получается 4 тысячи. Так вот, нет, Макс. Так вот, у тебя получается, что не 120 человек, у тебя 100 человек автобус перевозит. 3 тысячи, значит. И то, 3 тысячи, да. Но 3 тысячи у тебя никогда в городских условиях не достигается. Потому что, а, у тебя неравномерная нагрузка, у тебя люди, наверное, не захотят ездить, как селедки в бочке друг у друга на голове. И так далее, и так далее. В итоге ты придешь к тому, что автобусная полоса у тебя провозит, на самом деле, гораздо меньше людей. И вот очень многие автомобилисты, которые проезжают мимо тех выделенных полос, которые организованы, видят, как едет троллейбус, и в нем едет 2-3 человека. Это происходит по той причине, что троллейбус не всю дорогу едет по выделенной полосе, а часть дороги едет по смешанному троллюзию. Это был Петр Шкуматов. Меня слушатели очень просят, в частности, Ярослав пишет, Кац, сам что-нибудь конкретное предложить может? Конечно, абсолютно. Пожалуйста, Максим. Значит, нужно перераспределить бюджет Москвы со строительства скоростных бесцветофорных магистралей, на которые уходит огромная его часть, в том числе вот 4-е кольцо или сейчас хорды, на, во-первых, то, что сказал Петр совершенно правильно, соединение разных дорог, то есть проколов под железными дорогами и небольшими мостами. Во-вторых, что самое главное, на строительство метро, на него и так много сейчас уходит, но еще больше надо строить. И на строительство легкорельсового транспорта. Перераспределение бюджета вот ровно в том соответствии, в котором его недоплачивают автомобилисты. Мы берем лишний бюджет, который автомобилистам субсидируется, и на него строим не дороги, по которым потом можно отгородить и запустить автобус, а рельсы, по которым можно сразу запустить трамвай. И пропускная способность трамвайной линии, она там может доходить до 20 тысяч человек в час, но вообще она обычно там 8-12. Ну 20 тысяч, да, ты прав. Это в Будапеште такая есть. То есть главный и принципиальный момент. Перераспределение бюджетов со строительством общественного транспорта. Сначала снимаем ненужные бессветофорные магистрали, которые все равно не нужны, потому что город это количество транспорта не выдерживает. Перераспределяем их в пользу, во-первых, автомобильных дорог, которые нужны, то есть вот этих соединений через железные дороги, через магистрали. Ну вернее это во-вторых. А во-первых, на строительство легкорельсового транспорта и метрополитена. Вот. Вот сейчас прозвучали принципиальные моменты, и мои гости высказались. Пётр против данного варианта, да? Нет. Почему? Я считаю, что рельсовый транспорт в Москве должен развиваться. И это единственный вообще вариант. В чём вы тогда не согласны со своим Кацом? Я не согласен в том, что господин Кац считает, что это всё делаться должно за счёт автомобилистов. Хотя на самом деле ездить на метро и рельсовом транспорте будут пешеходы. Максим? Нет, абсолютно не должно делаться за счёт автомобилистов. Я единственное, что предлагаю, это не строить за счёт пешеходов дороги. Всё. Это всё единственное, что я предлагаю. Хорошо. Меня тут поправили на самом деле. Акциз значит, ну, за тонну, но если тонну перевести, так округлённо, грубо. Значит, 7700 за тонну, плотность 075, ну, грубо говоря, получается 11 литр. 11 рублей с литра идёт. Было 20. Не вопрос. Но тогда это всё равно, Макс, не 8 миллиардов, 8.6. Я бюджет смотрю Москвы. А это 50 миллиардов или даже чуть-чуть больше. Ну, ты смотришь бюджет Москвы, окей, но я тебе, как бы, говорю расчёт, и это не считая транзитного транспорта, который здесь заправляется. Так вот, ведь те, кто заправляется в Москве и покупает... Литр, всё, всё, про тему вот денег, коррупции, несобираемости, пересобираемости. Значит, ты говоришь, нет, ты говоришь, что автомобилисты недоплачивают, а я говорю, а я говорю о том, что у автомобилистов воруют. Я говорю о том, что автомобилисты платят, но у них воруют. Мы так не договоримся. Абсолютный популизм, абсолютно невозможно разговаривать. Мы сейчас уйдём на краткий выпуск новостей, чтобы слегка остыть, а после ваши письма и звонки. 19.47, сейчас вот в этой части реального времени всегда ваши письма и звонки. Здесь Максим Кац, депутат муниципального собрания Чукина, и Пётр Шкуматов, координатор общества «Синей ведёрки». Но вы уже поняли, что мои сегодняшние гости не могут договориться между собой вообще. Один говорит про одно, другу говорит несколько об ином, да, но тем не менее. Значит, для писем финам.фм, там же идёт прямая веб-трансляция и многоканальный телефон 651099,6, код Москвы 495. Я буду зачитать большинство писем, которые более-менее корректные, например, от Ивана, да. Просто Максим хочет, чтобы все ездили, как сельди в бочки без комфорта. Надо планировать всю инфраструктуру под личный транспорт, не только московскую, как это делают в США. Можно я отвечу? Конечно. В США в 50-х годах прошлого века, допустили огромную ошибку, сейчас не могут из неё выйти. Они стали пытаться планировать города под автомобильную инфраструктуру и потеряли города. У них по городу невозможно ни пешком ходить, ни на транспорте передвигаться. Это правда. Нам такие города, на мой взгляд, не нужны. Это можно решить на референдуме. То есть, если вдруг люди решат, что нам надо делать их такими, чтобы у нас... У них только 10% школьников имеют теоретическую возможность до школы пешком дойти. Куда это годится? У них такие города, они сейчас пытаются это решить, но у них не получается, потому что уже надо всё перестраивать. Мы ещё можем такую ошибку не сделать. Но я не хочу, чтобы все ездили как селёдки в бочке. Если будет достаточно рельсовых систем, вот за эти деньги, которые я здесь говорю, можно построить ещё 3 метрополитена только лёгкорельсовыми системами, трамвайными. Петер, вы против метрополитена? Значит, я не против метрополитена, я только за. Но я считаю, что вся инфраструктура, вот как радиослушатель сказал, значит, она должна развиваться параллельно. Потому что сейчас можно сделать сколько угодно метрополитенов, но зерно, хлеб, горючее и, собственно, какие-то ещё другие грузы возятся они только по дороге. Развать цифры, значит, по дорогам передвигается абсолютное большинство, больше 95% в Москве личного частного автотранспорта. Только 1,4% транспортных единиц в Москве это общественный транспорт, едущий по дорогам. Но там ещё 4% добавится фур, если это брать днём, потому что фуры так в центре Москвы не ездят. Абсолютное количество по единицам, занимающих площадь, это личный частный автотранспорт. Это значительная часть из этих людей могут спокойно пересесть на общественный транспорт, если он будет хорошим. Вот я и предлагаю тратить на него деньги и делать его хорошим. Если вы съездите в Европу, вы там увидите, как совершенно спокойно бизнесмены и богатые люди садятся в метро или в трамвае и едут на нём. Если будут комфортные условия, если будет развитая инфраструктура, то люди, да, мне кажется, с удовольствием будут пересаживаться. И это этими деньгами очень легко сделать, а построить 4-е транспортное, это никаких проблем не решит. Я тоже не против быстрого, комфортного и недорогого общественного транспорта, тем более рельсового. Я только за. Но любой автомобилист, который ездит днём по городу, видит, что не каждая 20-я машина у нас представляет собой, допустим, тот же самый Портер или Газель, а, наверное, каждая всё-таки десятая, да, или даже, может быть, их больше. То есть потом очень много легкового транспорта используется для развоза грузов. И нельзя сказать, что вот автомобилисты, которые ездят на личном автотранспорте, это люди какие-то... Максим привёл конкретные цифры. 95%. Но у меня, к сожалению, я не знаю, откуда Максим взял эти цифры, но так или иначе... Количество муниципального транспорта 6600 единиц. Я не знаю, откуда Максим взял эти цифры, но так или иначе, я могу констатировать факт, что рост личного автотранспорта в Москве связан с тем, что никто в течение 20 лет не занимался развитием общественного транспорта. Совершенно верно. Максим, послушай. Никто в течение тоже долгого периода времени не занимался даже корректировкой маршрутов, которые уже морально устарели в массе своей и никому не нужны. И говорить о том, что сейчас прямо надо взять автомобилистов и либо заставить больше платить, а куда больше, либо взять перестать строить дороги. Ну, в общем-то, их и так не сильно много строят. Петр, не передергивайте. Я предлагаю взять бюджет имеющейся в Москве, текущий бюджет, и ту часть денег, которая не вносится автомобилистами, на них не тратить. Что тут такого? Ну, это равносильно тому, что не строить дороги. Как это? Нет, останется еще в 90 миллиардов. 90? Да, на строительство дорог вместо 156. Мы что-то говорили о других цифрах, но это не стоит. Ты говорил 8,6 миллиардов. Это вносится автомобилистами за акции, за натопливание, надо путать. Вот в бюджете Москвы на следующий год заложено, вот здесь на прошлый год 156, на следующий 185 миллиардов рублей на развитие автодорог. Ну, заложите 90, а другие 90 потратите на легкорельцевый транспорт. Вы еще три метрополитена легким метро построите, не легким легкорельцевым транспортом построите. Смотри, есть еще одна большая проблема. Этот метрополитен будет построен когда-то, а ездить людям надо сейчас. Так вот... То есть пока можно тратить. Так вот, нет. Ты просто пытаешься переложить с больной головы на здоровье. Так вот, автомобилисты, стоя в пробках, если ты посчитаешь потери на просто впустую сожженном бензине, то они в годичном выражении приближаются к 1 миллиарду долларов. То есть это просто бензин, вылетевший в трубу, и это из кармана автомобилиста. Так вы видите, строительство дорог не решает проблемы пробок, оно только усугубляет. Нет. Это абсолютно транспортная наука мировая. Это дело давно доказало. В городе чем больше дорог, тем больше пробок. Нет. Как же нет? Нет, Макс. Вы читали какую-нибудь книжку по транспортной науке? Конечно, конечно. Ну, какую, например? Я читал... Ну, например, эти три. Нет, Максим, я не на экзамене. Ну, назовите, ну, как же. Одну, ладно. Одну назовите. Максим, я не на экзамене. Я просто хочу сказать следующее. Никаких не читали. Что если будет, допустим, в теплом стане построена развязка, то там все-таки что-то поедет. Ну, хоть и в частности. Нет, я не в частности ухожу. Я просто говорю о том, что если в Берелево будет построен мост через железную дорогу, эстакада, то там тоже все поедет. С этим никто и не спорит. Так вот. Спорят с четвертым транспортным и с хордами. Нет, с хордами тоже не надо спорить, потому что они тоже полезны. Я просто говорю о том, чем же интересно. Я говорю о том, что если грамотно построить в Москве часть дорог, не радиального направления, там, расширять до 20 полос, а сочленение сделать, хорды, там, радиусы, ну, не знаю. То есть, вот, сделать все по уму, то в этом случае в Москве все начнет. Хорошо, все хорошо. Вот смотрите, пока вы тут дебатируете, да, я же внимательно смотрю за теми письмами, которые приходят. И понятно, что, не то что большую их часть, я даже процентов 10 их не успею уже зачитать. Я поставлю сейчас на СМС голосование очень прозаический, простой вопрос. Вы услышали две позиции. Максим Акация и Петрашку Матова. Доставим мобильные телефоны, господа, и сейчас будем голосовать. Значит, вам близка позиция Максима Катца. 55.33 смс-сообщение с буквой А. 5.5.3.3 смс-сообщение с буквой А. Максим Катца. 5.5.3.3 буква А. Петр Шкуматов. 5.5.3.3 смс-сообщение с буквой Б. Петр Шкуматов. Вам близка его позиция. Тогда на короткий номер 55.33 отправьте смс-сообщение с буквой Б. Потому что вот сейчас, я сейчас буду выводить телефонные звонки, и понятно, что опять начнется дележ, что-то, значит, одни за Катца, другие за Шкуматова, и вы все приводите свои аргументы, а времени мало. Поэтому голосуем. Близка позиция Максима Катца. 55.33 смс-сообщение с буквой А. Близка позиция Петра Шкуматова. 55.33 смс-сообщение с буквой Б. Звонки. Добрый вечер. Вы в эфире. Как вас зовут? Алло. Добрый вечер. Меня зовут Максим. Да. Стойте. У меня вопрос вот к господину Катцу. Вот он говорит, что хордовые движения, точнее, хордовые дороги не имеют никакого смысла. Вот я приведу простой пример. Я с работы домой, еду из Марьиной Рощи в Люберцы. Прямой путь был бы, ну, грубо говоря, по Третьему Кольцу и по Рязанке. Так как все это дело постоянно стоит, для меня проще проехать через Измайловский парк и какими-то там улочками выехать в Люберцы. Вот если эти улочки сделают, этих улочек будет больше и они будут более доступными, просто сутки Вам будет ехать проще. Островные пробки. Нет. Это неправильный вывод. Вам будет ехать проще правильный вывод. Это правда. Это я еду меньше по времени сейчас. Все правильно. Так. Пожалуйста. Спасибо. Здесь весь вопрос в пассажиропотоках. То есть вы можете строить большую транспортную магистраль, причем желательно для общественного транспорта, а не для автомобиля, но это неважно и для автомобильного тоже, когда есть серьезные транспортные потоки из пункта А в пункт Б. Когда этому одному славному человеку вот из Марина в Люберце, да, я так понял, ехать тяжело, ему нельзя для него одного построить магистраль. А большие потоки у нас все едут в центр, они центронаправленные. Попытка переделать это дело центронаправленность нашего города с помощью строительства транспортных артерий в другие места, она у специалистов вызывает просто смех. Что ты не строишь транспортные артерии туда, куда тебе хотелось бы, чтобы люди ехали. Ты их строишь туда, куда они едут. Поэтому как бы... Ну я не говорю, шхордовые террасы не нужны, они, может, и нужны. Я говорю, что на них уходит денег намного больше, чем будут оплачивать их пользователи. Вот что я говорю. Это Максим Кац. Будете, Петр, что-то комментировать? Или идем дальше, да? Идем дальше. 65 10 99 6 финам.фм наше средство связи идет смс-голосование. Пожалуйста, если вы еще не проголосовали, если вам близка позиция Максима Кацца 55 33 смс-сообщение с буквой А, если вам близка позиция Петра Шкуматова 55 33, смс-сообщение с буквой Б. Значит, тут вот просто вал идет писем, что Максим, не успев стать депутатом, уже швыряется. Я вам цитирую письмо лживыми статистическими данными и цифрами. Осталось занять место в Единой России. Навык подтасовки у него уже на высоком уровне. Ну слушайте, пока... Есть какие? Я взял бюджет Москвы, да. И вот его здесь распечатал. Добрый вечер, вы в эфире, Алим. Алло, здравствуйте, Максим, я как раз из Щукина. О, здравствуйте. Так. Основной вопрос. Вот у меня в семье две машины по количеству двух взрослых. У всех людей, которые более-менее зарабатывают, каждый человек по машине. Как мы пересядем вообще на транспорт, даже хорошего? Ведь мы привыкли к форме одежды, к тому, чем мы с собой возим и так далее. Как можно это отнять? Скажите, а вот вы были в... Ну, не выключили, а выключили его. Не-не-не-не. Не выключили? Не-не-не-не. А вы были вот в Европе и смотрели европейские трамваи? Я был и в Нью-Йорке, и в Амстердаме. Не, в Нью-Йорке плохо. Мне нравится. Вот на амстердамские трамваи вы пересели в своей одежде и в текущем образом жизни? Вот и в Москве нет. В Амстердаме, да, когда я приехал, я к этому не привык еще. А вот когда у меня хотят отнять, у меня резкий негатив. Нет, отнять, конечно. Ну, вот допустим, ну, ладно, мы сейчас не сможем развести дискуссию, но я считаю, что не все, конечно, но довольно большой процент людей пересядет на хороший общественный транспорт, если он, во-первых, будет хороший, во-вторых, поездка на автомобиль будет обходиться пользователю примерно столько же, сколько она стоит городу, на самом деле. Сейчас, например, бесплатная парковка. Это огромное субсидирование автомобилистов. Городские площади передаются бесплатно узкой группе населения. Так не должно быть, они должны оплачиваться. Я, опять же, хочу подчеркнуть, да, опять же, хочу подчеркнуть, что Максим пытается всячески уйти от темы крайне завышенных цен на то, что, на то, что автомобили... За что, по его мнению, автомобилисты должны платить. То есть Максим как бы говорит, окей, вот у нас константа. Максим, подожди, я тебя не перебивал. Вот у нас константа. Это интерес... Подожди, это интерес чиновников. Да нет. А вот это вы должны... Вот это стоимость. Я конкретно про парковку говорю. Там вообще никаких чиновников нет. Нет, с парковкой все согласились, что она должна быть в центре платной. То есть здесь нет никаких вопросов, потому что местно не хватает. Но говорить о том, что автомобилисты должны оплачивать вот эту ренту... Ну а кто должен-то ее оплачивать? Максим, ее никто не должен оплачивать. Ну, Петр, мы в тупик опять заходят весь разговор. Но хватит к этому возвращаться. Нет, Максим, Максим, послушай. Я согласен, что ее не должно быть. Ее никто не должен оплачивать. Я с вами полностью согласен. Великолепно. Так вот, я опять же говорю о том, что сначала, прежде чем вот кидаться миллиарды сюда, миллиарды туда, необходимо сначала вообще понять, а на что эти миллиарды тратят. Господа, и вот несмотря на такую, в общем-то, логическую цепочку, которую сейчас выложил Петр Шкуматов, в итоге СМС-голосование следующее, потому как нам надо завершать эту часть большого реального времени. 59,26% слушателей проголосовали за позицию Максима Катца. Чем меня удивили, на самом деле, слушатели финалов. 59,26%. А 40,74% все-таки голосуют за позицию Петра Шкуматова. Господа, огромное спасибо. Мы к этой теме будем, безусловно, так или иначе возвращаться. Попытаемся в следующий раз обсудить ее, может быть, и без коррупции. Далее новости после итоги дня.